Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас будет старческий гундёж ворчание дребезжание под кухонный тест вот с этим малышком это у нас скинду от williams blade design ну что нарежет как говорится не хочется ему одни лишь исключительно там какие-то бутербродные функции задавать давайте вот у меня сегодня задача сварить супчик и я ее буду выполнять самое главное чтобы себе не отхреначить кусок руки потому что пленочку я пытаюсь снять а он собака берет у меня ее с мясом когда я пытаюсь вернуть его на пленочку то у меня ощущение что он сейчас мне прыгнет на палец наверное какая-то повышенная повышенная действительно кровожадность у ножа вот таким вот разрезающими движениями пытаемся скальпировать нашу совершенно не жирную свинину вот именно этот кусочка пленочки так сразу скажу во первых у меня сразу же несколько к вам дисклеймеров во первых все что я сейчас буду говорить это конечно же исключительно мое личное мнение вы можете меня посчитать там я не знаю действительно старым занудой сравнить с каким-нибудь огурцовым из карнавальной ночи и так далее так далее это ваше полное право только желательно при этом конечно не хамить вот что еще то что сейчас разговор пойдет в основном в основном россии даже я бы сказал так о русскоязычном пространстве я сразу объясню почему то есть когда прозвучат а тебе то что и так далее вопросы я вам заранее сразу же отвечу что мне собственно говоря мне то что понимаете больше всего из того что происходит в мире меня конечно больше всего волнует то что происходит в эстонии и в россии почему в эстонии потому что я здесь живу и чтобы здесь не происходило ах ты какой ах ты мой молодец вы посмотрите как он ловко плата ядно хышник маленький зубастый хищник невероятно невероятно прям вот они пошли эти на кубички нам на небольшие нарезаем мяско просто суперски самое главное говорю здесь уберечь свои руки вот то есть меня волнует меня интересует то что происходит в эстонии потому что я здесь живу все что происходит не только в россии а все что происходит с русскими и на русском языке меня волнует по той простой причине что я и мои дети имеем честь принадлежать к этому великому народу и разговаривать к этой великой нации и разговаривать на этом прекрасном языке поэтому как бы да это мое дело тоже я живу в эстонии но я русский и поэтому все что касается русского языка русской культуры меня касается вот собственно говоря можете уже вежливо начинать меня там по всякому по-разному на вопрос кстати говоря почему не переедешь в россию потому что потому что гладиолус где родился там изгодился я родился в семи шестом году город нарва эстонская на тот момент сср и ну значит так оно и пошло так ладно о чем разговор о музыке и нравах почему потому что творится какая-то херня товарищи вот реально причем она как-то назревала долго но тут просто пошел какой-то я не знаю какой-то просто какая-то дичь пошла все началось с того что у меня юленция решила составить новый плейлист в машину старый надоел для путешествий и стала просматривать какие-то новинки музыки то есть буквально я там занимаюсь своими делами она предлагает мне то или тот или иной трек мы так слушаем вкратце нормально для того чтобы это не вызывало скором посадите как прекрасно как прекрасно он слайсит а потом дайсит вот и я поверьте я не смог я с удовольствием слушаю конь black star там я не знаю какие-то разные все начиналось все вообще с сектора газа то есть матюги это совершенно совершенно нормальное явление плюс конечно же вот это вот тема секс наркотики и рок-н-ролл ее никто не отменял то есть сейчас говорить о том что там ты старый пердун ты родился в союзе тогда был моральный облик строителя коммунизма а сейчас такого нет я вам скажу нет ребят я не буду сравнивать ни в коем случае там советской культуры и так далее я буду сравнивать западной культурой то есть действительно я понимаю что когда-то совершенно искренние бабульки где-нибудь на калахомовщине хотели сжечь там первую женщину которая прошла мимо в мини-юбке и так далее то есть я возможно сейчас уподобляюсь этим бабулькам но собственно в чем вопрос вопрос в том что когда я начал слушать музыку а музыка последнее время какое-то стало ну исключительное говно вообще ни с чего то есть плейлист минут на 90 невозможно просто набрать по той простой причине что сейчас во первых как-то если раньше певцы были и рэперы какие-то логопедические и косноязыки то сейчас это просто какая-то какая-то жопа просто по-другому не скажешь творится то есть сейчас или в моде нытики а-ля джонни которые вот именно ноют причем так что не разобрать или какие-то уж совсем я тут имел удовольствие послушать эстрадного исполнителя по фамилии моргенштерн или что-то такое ну я скажу без гугла тут точно текст не понять вот сами по себе тексты какие-то стали совсем чрезмерно уж ну такими совсем без понятий без каких-либо то есть весь смысл современного скажем то чему учат нашу молодежь вот так вот примерно скажем ох расколол прям не пожалел суть вот нескольких треков причем ни одного не двух а нескольких треков которые я прослушал она была в том что типа там я поднимаю много бабла у меня много денег там 5 10 у меня машина там у меня много сок суки мечтают прыгнуть ко мне в машину суки мечтают прыгнуть на мой хрен там суки суки 5 10 туда-сюда в общем вокруг одни суки и я им позволяю к себе там прикоснуться но это так общая тенденция то есть конечно же и хорошие современные какие-то романтические или там какие-то такие хорошие именно душевные исполнительные песни но как-то вот этого вот всего то что я вам сейчас перечислил его как-то стало много и вы даже на эту тему со своей драгоценной половинкой немножко по обсуждали подискутировали потому что ну в принципе ее позиция это именно то что я просто старый ворчон и просто докопался ну поют и поют как говорится я считаю что мне немножко неудобно держать указательный палец сейчас на обухе потому что он при нарезке нарезка идет откровенно кривая вот давайте я вот таким вот образом вот так взял тогда мне легче отверточным хватом скажу так потому что палец не давит в насечку и сам по себе клино клинок идет четче то есть какая-то произошла подмена понятий одно дело когда ладно хорошо мы живем в капиталистическом обществе где во главу скажем угла поставленные именно материальные ценности это ни для кого не секрет надо быть успешным надо всех но если не обмануть то по крайней мере обогнать по нынешней жизни так далее так далее кто как говорится не в теме тот лох без проблем что то есть по мнению скажем многих тех кто в теме люди подобные мне они именно неудачники я не претендую и совершенно спокойно к этому отношусь почему спокойно потому что как раз таки сейчас вот к этому времени которое наступило я оброс неким неким жизненным опытом я совершенно спокойно отношусь к таким моментам но именно как бы это сейчас не прозвучало неправильно я надеюсь что я буду понят правильно что все-таки всякая вот эта вот фигня музыкальная телевизионная она же учит нашу молодежь а чему она собственно говоря учит молодежь нашу к ничему хорошему не учат ничего хорошего не происходит то есть я понимаю что есть действительно порядочные девушки я понимаю что есть парни понятийные есть умные есть ботаники в школах есть люди которые стремятся там творить искусство развивать науку и прочее прочее но в общем и целом идет какая-то экстремальная кого-то идет экстремальное обыдление молодежи обыдление общества то есть сейчас к сожалению то на что я смотрю то что я слышу вот даже не из голубых экранов от голубого экрана я уже совсем зарекся исключительно именно там в интернетах это такого даже в 90 не было вот если честно сейчас уже вещи не прикрыто называются своими именами девушку уже девушкой никто не называет сам простой пример его крит несколько лет назад он пел то моя невеста моя невеста а потом тут не так давно с киркор чем спел все мои суки любят черный цвет то есть я понимаю парень расслабился он получил признание и немного денежек и все такое но дело не в этом дело в том что это именно стала трендом стала трендом хамить стала трендом именно вот петь о том что я такой там пятое-десятое то есть даже те же самые ребята из black star они сейчас поют с какими-то вообще непонятными мне персонажами просто непонятными реально то есть ну хорошо там спортивная машина девушки которых все называют они там суками и пятое-десятое мечтают прыгнуть в эту машину и это сплошь и рядом культивируется вы меня спросите а чего плохого ну как бы вот в том то и дело что плохо то что получается что какие-то даже я не знаю самые последние распоследние остатки нравственности накрылись медным тазом и вот мне иногда хочется так мысленно спросить успешного товарища который ездит на каком-нибудь крутом спорткаре сарит деньгами направо и налево и он считает что все суки только мечтают прыгнуть к нему в машину там и все такое значит хорошо а тогда вопрос от кого-то собираешься скета собираешься заводить детей то есть вот как раз таки здесь юленция мне правильно подсказал она говорит а что приезжаю действительно откуда из провинции или даже не справиться даже столичные какие-то девушки которые вот у них цель действительно как можно быстрее именно связать свою жизнь с каким-нибудь там молодым или немолодым его или вовсе пожилым человеком лишь бы было много денег там 5 10 туда сюда и многие из них на заре своей скажем так потом популярные уже карьеры поднявшиеся многие из них начинают мы не будем называть там каким-то плохими словами там там эскортный эскорт но в общем в общем и целом как бы они заинтересованы в том чтобы предложить то что у них есть а у них есть только физические данные физическая красота и получить за это некие свои материальные блага насколько это именно идет там скажем расплата в деньгах или в каких-то других моментах не важно вот и потом кто-то становится моделями кто-то становится там каким-то блогерами там еще кем-то еще кем-то и в конце концов вот что меня поражает то что потом находится какой-нибудь какой-нибудь тимати который вот такую принцессу берет жен у меня вопрос возникает но даже при общей терпимости при всем при том вы так как бы парни действительно считаете себя такими реальными классными так далее а как можно вычеркнуть из памяти то с чего собственно говоря твоя там супруга или подруга или жена начинала как она приезжала и как она поднималась по этой лестнице но на что мне юлинцы сказала что наверное можно причем наш разговор поверьте он не напоминал беседу двух бабулек которые там ох вырядилась проститутка нет а именно мы как-то просто обсуждали я просто пытался для себя понять вот какие у нас есть перспективы дальнейшего развития общества то есть я не говорю о том что там наоборот я приветствую то что сейчас совершенно люди свободны от моды нет каких-то канонов кто хочет хоть красок а кто хочет ходит в платьях кто хочет ходит там в лаптях без проблем потому что те кто ходит по в лаптях собираются в дружины и там ультра славяне настоящие славяне всякие разные тру славяне это тоже имеет место быть пускай будет почему бы и нет вот главное чтобы в носу не ковырялись и школы не спали и о чем именно разговор у нас был о том что как бы если сейчас совершенно считается нормальным не еще не считается нормальным но это навязываю что это нормально не понравилось как чистил картошку вообще не понравилось скрипела постоянно как-то он пытался у меня выскользнуть из рук то что там молодой человек успешный на какой-то машине там линии на машине подъезжают девушки буквально пальцем поманила на прыгает там к нему в тачку и они уезжают то следующий шаг получается вот это и вот развитие вот это вот беспредела беспардонности этой он будет в том что он просто подъезжает выбирает понравишься и уже даже не будет особо там спрашивают там хочет она не хочет просто вот с автобусной остановки грубо говоря первый понравишься за за руку дернул в машину и уехал давайте это я повторюсь я я даже представляю насколько это по старческий какой-то вот дребезжание такое у меня звучит в голосе но в целом и если когда вот опять же мне когда вот видите на самом деле очень очень с большой неохотой я прям реально поставить за свои пальцы слышно звук да с каким раскалывание идет я понимаю что он вот в любой момент может или вправо или влево у меня уйти то есть насколько мне сильно понравился как он порезал мяско настолько живут ровно сильно мне не нравится как он режет у меня картошку то есть от слова совсем что хотел сказать то есть именно вот с этой точки зрения то что морали не стало так и уже давно не стало просто сейчас как какие-то поганые грибы выросли какие-то но совершенно непонятные для меня именно персонажи я по-другому то и не назову то есть если раньше все было понятно те же самого ну как говорится что-то докопался там до машин если раньше понятно что на на каких-то дорогих машинах ездят там или удачные бизнесмены которые или что-то придумали свое или кого-то там удачно успешно обманули или где-то там удачно успешно там заслали и так далее так далее но в любом случае у них в бизнесе свои риски и скажем так именно какую-то по-настоящему богатую элиту просто обычному человеку вряд ли так легко попасть то есть все равно ну как правило надо иметь какие-то мозги или если ездили нам нам например на каких-то богатых тачках предположим бандиты с ними тоже все понятно почему то что я это не приветствую но там это можно объяснить у людей определенные риски в жизни и те кто остался в живых они как говорится наслаждаются этой жизнью это капец наверное это самое вот за всю историю это самая неудачная нарезка и чистка картофеля которая у меня была это просто какая-то жопа я говорю что только что он скальпировал просто мясо у вас на глазах здесь же толстый обувь черный бумер то есть если ездят на дорогих машинах бандиты или их дети то это опять же можно объяснить когда ездят на дорогих машинах депутаты или их дети это по большому счету от бандитов принципе не отличается то есть там по сути та же самая схема сейчас же вот именно с развитием там интернета тик токов какой-то фигни поперла какая-то вообще непонятная масть вот я реально не понимаю откуда они и они именно вы знаете у них такое ультра хамская быдляцкая такое такое нигаская конкретно отношение к жизни такого ну такая философия и это очень сильно навязывается именно молодежи почему то что как раз таки тик тока это подростковая тема в инстаграме уже окопали старые пердуны то есть секунду то есть как бы некоторые вот такие моменты они меня действительно приводят заводят в тупик и вы мне скажете да ты просто но ты сам тут типа занимаешься ютюбом ты просто завидуешь и прочее прочее могу сказать честно нет потому что давайте одно дело там опять же когда человек что-то хочет чего-то хочет добиться он может например пойти начать играть футбол и пользуясь тем что в россии такие но действительно веселые очень правила процентуального содержания иностранных легионеров даже толком не умея играть но я имею ввиду по мировым меркам он может себе позволить состояние клуба то богатый именно по мировым меркам очень не кислое то есть и достаточно шикарную жизнь особо при этом не напрягаясь но при этом вот тут футболист предположим или тот же самый например певец там и не знаю рэпер джиган какой блин джиган вообще красава все вот эти все вот эти вот его пьяные выходки и наркотический скандал конечно жутко с точки зрения какой-то семейной драмы вы меня спросите откуда я все это знаю мне юля инстаграм щица не заядлая но она так или иначе там какие-то трендовые новости просматривают и какие-то моменты просто потом при мне озвучивать мне рассказывать не могу сказать что мне это супер интересно но я худо-бедно в курсе жизни российского эстеблишмента это было кошмарно только он порезал эту картошку бедно посадить ни одного ровно порезанного кубика все поколол вдоль и поперек вот тебе и слайсинг вот тебе и дайсинг так что-то я вспомнил эти слова уже второй ролик подряд употребляю смешно открыл холодильник у меня оказалось вышло значит нестыковочки головного мозга мне оказалось что у меня три половинки паприки сейчас мы какие-то из них нарежем в одно какие-то другое и вот меня кто спросит а в чем причина а я вам отвечу дом 2 без дураков реально это настоящее зло вообще я очень надеюсь что вернее как сказать я не могу сказать что я надеюсь что в россии к в россии к власти придет какой-нибудь диктатор но если к власти когда-нибудь в россии придет диктатор я очень надеюсь что он людей которые придумали дом 2 и снимались и снимали эту похабщину он их обязательно накажет я очень надеюсь потому что вот как раз таки дом 2 это жопа это именно такая совершенно аморальная мораль которая заключается в том что неважно где ты живешь тебе нужно приехать в подмосковье устроиться на эту передачу не обязательно дом 2 это именно психолог и и все что тебе нужно сделать если ты молодая девушка неважно там симпатичность или не симпатичная это удачно и вовремя перед кем надо упасть на спину собственно говоря все больше ничего делать не нужно то есть повезет придется падать на спину не так много и не перед 7 найдешь своего принца на белом коне который тебя совершенно нормально обеспечит то есть вот приезжают вот такие вот значит девушки и именно в чем вы меня опять скажете отчеты докопался так я объясню что это именно становятся нормы это норма навязывается всем остальным я не против того что грубо говоря но изначально я так думаю это нужно не у меня спрашивать а у антона я думаю что вот в каждом обществе плюс-минус примерно одинаковый процент шлюх так она есть но когда объясняется и показывается что совершенно правильно совершенно нормально приехать и одним своим местом делать себе карьеру публично не просто где-то там на трассе стоит нет там как там было как-то летом мы приехали вот у меня спросите откуда ты знаешь знаю при потому что при мне все это смотрелось в конце концов я возбухнул сказал нет этой хрени больше не будет даже у меня на периферийном где-то зрение то есть это именно вот весь прикол в чем в том что это совершенно популяризировано сейчас и не один дом 2 в принципе очень много но вот дом 2 это самая самая жесть почему потому что реально если вы вспомните в этой программы до сих пор дикие рейтинги очень высокие рейтинги было время когда там просто чуть вся страна как на рабыню и зауру просто улицы пусте все ломились смотреть этот дом 2 и какого возраста несмотря на то что передача как бы рассчитана там от 16 лет скольки лет нет есть целое поколение девчонок которые выросли на этой передаче которые считают что совершенно нормально приехать из провинции быстро срочно понравится кому-нибудь быстро срочно с ним перепихнуться и потом начинать именно там бизнес не бизнес инстаграм не инстаграм телеграм канал не телеграм-канал все что угодно социальные сети реклама 5 10 через там если повезло через пять-семь лет такая вот тут а выходит из дорогой машине из дорогой машины в какой-то дорогой шубе и заявляет во всеуслышание я себя создала сама все что я имею я этого добилась сама вот понимаете и мы придем к такому состоянию общества когда нормальное поведение нормальная мораль будет уже полностью шельмоваться она будет совершенно не ну как сказать не востребован она будет осмеиваться она уже сейчас осмеивается так короче парни такие вот у меня мысли режет нож плохо помидорку он даже дело не в том что он не как-то мнет или не мнет он не очень сильно рвет то есть тут не рез он как будто разрывает кожицу и это реально прям прям видно то есть я денем если бы он плохо резал мясо я бы понял но он мясо порезал просто отлично просто офигительно овощи сейчас просто бедово причем все паприку мял помидоры вот сейчас видите мнет постоянный риск того что постоянно как бы стрём такой что можно себе просто по пальцам сжигануть а как раз таки по пальцам он же гонет именно вот так как по по мясу я уж не говорю о том что делают русским языком эти товарищи и в принципе плятся самое смешное что вот именно поддавшись вот этой аморальной морали молодая девушка приезжает москву в питер неважно поднимается по лестнице хрен то с ним у меня просто но в моей жизни поверьте просто настолько дофигища примеров когда приезжают зарабатывают одним местом делают карьеру одним местом там пробиваются в люди и так далее и так далее без проблем но когда это делается на глазах у миллионов подростков которые для которых это не просто нормально для них сейчас уже какое-то другое поведение ненормально понимаете то есть это действительно мечта это действительно как бы вот такие вот именно такие планы вот и потом самое смешное что вот такие всякие алены водонаевы оли бузовые там кто там еще там них не помню там та же самая пару пару роликов видел с семьей бородино именно инстаграмных ну ну окей ну как говорится обеспеченная женщина такая слегка с снобистской поведения ноги без проблем говорится никто не настаивает вот и они становятся в свою очередь моральными ориентирами у них куча подписчиков если оля бузова захочет завтра стать депутатом госдумы я уже об этом говорил она это сделает запросто вот так на щелчок несмотря на то что видно вот я же помню самое смешное что я помню именно вот какие-то серии с бузовой но она же это же клиника прям совсем клиника только сейчас эта клиника которая себе возомнила не вид что и совершенно правильно возомнила почему потому что миллионы подписчиков они вот они есть и даже если там не не знаю какой должен быть потолок чтобы стать депутатом госдумы но она исключительно на своем инстаграме бросит просто начнет час какую-то предвыборную кампанию и станет депутатом потому что ни за одного конкретного персонажа не будет столько миллионов людей голосовать понимаете это просто какой-то пипец просто какая-то хрень то есть я считаю цензура нужно по-любому в самом свободном самом демократическом обществе в самом-самом что ни на есть раскрепощенным нельзя допускать какого-то сумасшедшего маразма нельзя переходить именно скажем так не границы приличия нет границы приличий размыты еще в семидесятый как говорится нет не надо переходить границы здравого смысла не надо позволять убивать собственное будущее но деформировать собственное собственную нацию то есть я понимаю что вы мне сейчас возразить очень многие занимаются спортом очень многие занимаются там действительно учиться хорошо участвует в олимпиадах и так далее так далее нет ребят не соглашусь миллионы подписчиков миллионы зрителей которые действительно у них может быть не каждый там второй или третий поедет в москву заниматься тем о чем сейчас говорил но внутренние шаблоны внутренние вот эти вот ориентиры они сбиты напрочь именно поэтому цензура обязательно нужно обязательно вот такое мое старческое ворчание нож понравился исключительно по мясу по всему остальному работал откровенно печально вы это видели то есть как-то в чем я скорее всего это все-таки спуски плюс налипала немножко на продукты что я чувствую но что острый и он именно вот когда вот соскакивает я чувствую что если он сейчас выйдет мне на палец он именно место живого на нем не оставит вот такая вот интересная ситуация жду вежливых комментариев спасибо за просмотр всего доброго увидимся спасибо за просмотр!